МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир с телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко главу. Природа не терпит пустоты. В селе Большая Орешевка Кизлярского района решили заполнить ее мусором. В Каспийск вложат более 700 миллионов инвестиций. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством первого зампреда республики Гаджимагомеда Гусейнова. Как укрепить мир в семье? Крупное мероприятие под таким названием организовал Махтият. Дагестан. Несанкционированную мусорную свалку обнаружили в селе Большая Орешевка Кизлярского района госинспекторы Дагестанского управления Росельхознадзора. Этот факт был выявлен в рамках совместного рейда с представителями природоохранной прокуратуры. Общая площадь, захламленная отходами земель, составила более трех гектаров. Свалке уже более 20 лет. Местная администрация объясняет это тем, что изначально для жителей села было отведено специальное место для сбора мусора. Однако со временем эти границы расширились. Свалка стала стихийной и распространилась на соседние земли. По факту проверки управлением были собраны необходимые материалы для передачи в природоохранную прокуратуру. Эта свалка существует у нас более 20 лет. Отведено это место для того, чтобы наши жители сбрасывали мусор. Ну, так как вы видите, наши жители не очень аккуратные в этом плане. Где кому вздумалось, там и бросили этот мусор. Мы, значит, администрация сельского поселения, боремся с этими. Участковые наши составляют протоколы в административном нарушении. Но наших жителей это не останавливает. Они продолжают, где попало, бросать мусор. Во все времена большую угрозу для строения зданий представляли пожары. В современном мире существует много способов борьбы с огнем. Однако самым эффективным и простым средством против пожаров остается вода. На территории центральной джома мечети Махачкалы установили противопожарный гидрант. Приспособление предназначено облегчить работу пожарным в случае чрезвычайного происшествия. Гидрант установлен в наиболее удобном месте для подъезда специального транспорта и забора воды. Наличие подобного устройства возле крупных объектов и в местах массового скопления людей – одно из основных правил противопожарной безопасности. Все здания и сооружения, а также территории организации должны иметь источники противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения. Отсутствие требуемого количества источников противопожарного водоснабжения затрудняет тушение пожаров и создает угрозу жизни и здоровью населения. Совместно с водоканалом и Главным управлением МЧС по республике Дагестан мы сегодня на территории центральной джома мечети установили противопожарный гидрант, так как была очень большая необходимость этого. И мы хотели бы выразить большую благодарность этим организациям. Более 700 миллионов инвестиций может получить Каспийск. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством первого зампреда Республики Гаджимагамеда Гусейнова. Сейчас в городе идет создание индустриального парка. Несколько компаний, специализирующихся на обувном производстве, текстильных изделиях, производстве мягкой мебели, уже изъявили желание стать резидентами. Предусматривается создание в регионе производства конкурентоспособной продукции, завоевание лидирующих позиций среди производителей обуви СКФО. Планируется также строительство завода по сборке бытовой техники. Проект сможет обеспечить работой более 300 человек. Семейные ценности – составная часть человеческой духовности и веры. Муфтиятам Республики Дагестан этот год был объявлен Годом Семьи. В связи с этим в Каспийске было организовано крупное мероприятие, название которого говорит само за себя. Как укрепить мир в семье. В кинотеатре «Москва» собралось около 1000 человек. Живое общение, ответы на вопросы, нашиды, поучительные видеоролики и в конце приятный сюрприз счастливой супружеской паре. Путевка на Малый Хадж. Обо всем по порядку расскажет Хамзанур Магомедов. Мероприятие такого формата, посвященное укреплению семейных ценностей, в Дагестане проходит впервые. На экране был указан номер телефона, на который зрители могли анонимно задавать свои вопросы экспертам. Отвечали на них руководители отдела ФЕТ в Примуфтияте Зайнула Атаев и семейный психолог Аляс Хабмурзаев. По самой пугающей статистике, до 80% прогнозируют разводы из 100 случаев. И первая причина, конечно, это общее падение института брака. То есть ценность семьи, она в сознании каждого человека, она начинает падать. Вопросы поступали самые разные. Кого-то беспокоила скупость мужа, кого-то ревность жены или вмешательство родственников молодоженов в семейную жизнь. Некоторые сообщения вызывали улыбку, а другие свидетельствовали, что ситуация зашла в тупик. Сохранить хотя бы одну семью от развода – такова главная задача мероприятия. Если бы наши молодые люди, прежде чем вступить в брак, изучали бы хотя бы самые элементарные нормы поведения в семье, права, обязанности, этикет супружеский, я думаю, их этих разводов было бы гораздо-гораздо меньше. Все, что в этом зале происходит сегодня, направлено только на то, чтобы та маленькая ячейка, новая семья, которая создается, понимала, для чего они вступают в брак, что такое семья и понимание счастья в семье. Между ответами на десятки вопросов зрителям показывали социальные ролики, в том числе о влиянии свекрови на своего сына и чрезмерной слежки за мужем. Собирай-ка ты свои вещички. В качестве примера стойкостью любви и терпения показали видеоинтервью семьи Абдусаламовых, попавшей в тяжелую ситуацию после серьезной спортивной травмы главы семьи. Родители и дети, преодолевая вместе все трудности, обрели новый смысл в жизни. Тебе жизнь спасла? Спасибо. Вот ради таких слов можно вынести все проблемы, все испытания. Украшения мероприятия стали нашиды. Известные артисты на русском и арабском языке исполнили свои лучшие произведения о любви, надежде и вере. О мой пророк, тебе хочу быть ближе, любимый предводитель мусульман. Ну а в завершении мероприятия организаторы разыграли среди зрителей четыре путевки святые места Мекку и Медину. Победителями оказались две супружеские молодые пары. Очень рада, я хочу тоже не было. Начала, сейчас поедем с супругой. И начала, будем делать всем вам два тоже. И канал тоже, НТ тоже начала. С пустыми руками не отпустили и прекрасную половину человечества. Каждой женщине в этот вечер сделали приятный подарок. Вручили тюльпаны. Очень понравилось. И тема, честно говоря, злободневная, потому что у нас очень действительно много разводов. И, как правильно там отметили, действительно нетерпимость к слабостям мужа, жены, это очень многое. Честно говоря, большую роль играет в семье. Очень познавательно, интересно для молодых семей, и так же и для взрослых сынов. Столько браков семейных спасли, кто это организовали. Это не только на один день, это на годы. Можно сказать, много семейных вопросов возникает. Очень сильное, очень сильное укрепление. Я, например, для себя много чего открыл, много чего не знал. Подобные встречи организаторы планируют проводить во всех городах и районах республики. Проблема укрепления семейных отношений как никогда актуальна. И ее решение – одна из главных задач общества. Ведь крепкая семья – это основа государства. Хамза Нурмагомедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Каспийск. В Дербенте состоялось открытие выставки Таисы Абдулбутаевой под названием «Город». Старые виды районов, архивные материалы, коллекция платков, дополненная этническим антуражем – все это вошло в экспозицию, которая по большому счету посвящена работе гида. За время экскурсионной деятельности у Таисы было много встреч с интересными людьми с разных уголков нашей планеты, которые стремились познакомиться с Дербентом. Запечатленные на фотографиях, они теперь стали доступны для широкой аудитории. Таисы стала известна как необычный экскурсовод, которая сама создает туристические маршруты, показывая гостям не только всемирно известные достопримечательности, но и интересные, скрытые от глаз туриста места. Дербенте поговаривает, что девушка знает все тайны древнейшего города. В 2018 году она была признана одним из лучших гидов России. Таису в первый день, когда я познакомился, я понял, что это самый лучший гид, не только у нас в Дербенте, но и в России такого гиды найдешь. И когда несколько раз мы встречались, когда она мне объясняла, доходчивость, ясно, но сразу предложили работу, Таисе, давайте будешь нашим помощникам, будешь нам по всем вопросам консультировать. И когда мы пришли в учебную кихляр, когда она точно, даже на месте мы не стали, где что-то находится, но она точно объяснила всю историю. Не все могут посетить Дербент, потому что не у всех есть возможности, наверное, но по этим картинкам можно увидеть, что такое Дербент, что представляет историю Дербента. Здесь много фотографий, которые у нас знали, но в чем это возвращение к нашим традициям, обычаям, то, что проводит Министерство на знание политики и делам религии. И в этом отношении тоже спасибо, хочу выразить вам благодарность. И Таису вам за то, что вы этому продаете особое значение. Дагестанские боксеры выступят на предолимпийском турнире в Лондоне. В заявку сборной России на участие в квалификационных соревнованиях вошли Расул Салиев и Муслим Гаджи Магомедов. Турнир стартует 14 марта. В британской столице Салиев будет боксировать в весе до 52 килограмм, в котором он стал первым на прошлогоднем чемпионате страны. А Гаджи Магомедов представит команду в категории до 91 килограмм. Отметим, что в турнире среди женщин право попасть на Олимпиаду в своих визах будут оспаривать медалистки чемпионата мира Саадат Долгатова и Зинфира Магомедалиева. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова